Всем привет! Ну вот и пришло время мне поотвечать на ваши вопросы. Я попросила вас написать вопросы в инстаграм, на которые вы хотели бы получить ответы. И в общем-то, ну я думаю, на все вопросы практически я вам отвечу. Ну давайте начнем. Вопрос первый. Поменялся ли характер с возрастом и взглядом на жизнь? Ну, ребята, конечно, безусловно, поменялся. Характер меняется у всех людей в зависимости от возраста, наверное, потому что когда человек взрослеет, вот, например, я была когда еще в подростковом возрасте, эгэй там, ни о чем не думаешь, никакого еще жизненного опыта нету, нету никаких еще страхов перед жизнью, перед какими-то ситуациями жизненными. А с возрастом уже появляется опыт, уже появляются какие-то опасения, уже остепеняемся мы, становимся поспокойнее, вдумчивее, внимательнее, и уже начинаем анализировать там что-то в жизни, да, меняем свой характер, мы его меняем сами. И человек вообще меняется, наверное, каждый человек меняется со временем. Но человек меняется лишь только в том случае, если он сам хочет в себе что-то поменять. Взгляды на жизнь тоже таким же образом меняются. Пока мы ничего не знаем, у нас одни взгляды, потом мы что-то узнаем, и взгляд поменялся. Но это, скорее всего, происходит, потому что мы со временем получаем какие-то знания, какие-то навыки, да, и уже начинаем по-другому смотреть на вещи, и, в общем-то, взгляды тоже наши меняются. Но также и меняются люди, окружающие нас. Это, кстати говоря, это будет, наверное, уже на следующий вопрос, ответ. Есть у меня такой вопрос о женской дружбе. Есть или была ли у вас близкая подруга? Уже переходя во второй вопрос, я вам сразу скажу, что да, подруги у меня были, были у меня в молодости, там, в детстве подружки какие-то, да. Но так как мы сами меняемся, и у нас и подруги меняются. Потому что, опять-таки, с течением каких-то жизненных обстоятельств меняются взгляды. Например, поменялась подруга, и я на нее по-другому стала смотреть, мое отношение к ней поменялось, она как-то раз исчезла из моей жизни. Появилась другая подруга, да. То есть в какой-то период жизни, я бы сказала так, наши друзья, это наши попутчики по жизни. Вот пока у нас что-то происходит, допустим, да, маленькие дети, появился маленький ребенок, то мы уже начинаем общаться, допустим, о детях больше, допустим, с тем, у кого тоже есть дети. А у кого детей нету, может быть, уже меньше общаемся. А потом меньше, 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 и раз человек исчезает. Или, допустим, переехала, вот я, например, жить в Москву. Два с половиной года я прожила в Москве, и, допустим, та подруга, которая у меня была здесь, с которой мы общались, мы делились и так далее, и прочее. Вот я уехала, и как-то наше общение все меньше и меньше, и в основном я заметила, что только я к ней звоню. Она ко мне не звонит, значит, не интересуется, она моей жизнью. И я так подумала, думаю, зачем я буду навязываться. И, в общем, так реже и реже, в конце концов, перестали общаться. Все. А потом, когда уже я приехала в Ростов, ну, во-первых, за это время я изменилась, она изменилась. Она уже успела выйти замуж, родить ребенка. И вот мы с ней как-то пообщались, и я уже понимаю, что это уже не то общение, и интересы у нас уже не совпадают. То есть раньше нас как-то связывали какие-то общие интересы, и сейчас уже этих общих интересов нет. Ну, в общем, так и дружба ушла. Вот у моей дочки, например, подруги с детства, ну, потому что она сама по себе имеет характер лидера, она жизнерадостный и общительный человек, и с ней всегда приятно общаться. Она всегда посоветует что-нибудь, если у нее совет попросишь. И вообще, знаете, вот с людьми, которые такие вот веселые, легкие, жизнерадостные, которые светятся, дарят вам какую-то радость, улыбку. С такими людьми всегда приятно общаться и к таким людям тянутся. Поэтому вокруг моей дочки вот есть постоянные подруги, которые еще с детства остались, и они продолжают на протяжении уже многих лет дружить. Вот такие тоже есть варианты. Поэтому, ну, конечно, если вы нуждаетесь подруге, подруга должна быть, ей нужна, подруга должна быть такая, которой можно доверять, например, свои какие-то секреты, потому что нам иногда нужно выговориться, кому-то, может быть, даже поплакаться там в жилетку, и нужно, чтобы человек нам дал поддержку, нас как-то вдохновил, ну, придал нам, может быть, каких-то сил на дальнейшие действия свои. Иногда мы в жизни сталкиваемся с какими-то тупиковыми ситуациями, не знаем, как нам поступить, и мы, допустим, должны к кому-то обратиться за советом. Хорошо, когда есть подруга, с которой можно посоветоваться. Близкая подруга, душевная, которая тебя никогда не предаст, это вот, конечно, здорово, когда такая подруга есть. Но если подруга предает, то такую подругу лучше не иметь. Если вы чувствуете, что подруга вам завидует, то такую подругу тоже не нужно иметь. Друзей нужно еще выбирать. Следующий вопрос. Как отреагировали друзья и родственники на открытие канала в YouTube? Ну, все, конечно, хорошо отреагировали, поддержали меня и с удовольствием смотрят мой канал. При том, что вот дочка у меня блогер, благодаря ей, конечно же, я открыла канал. Подруги, вот тоже многие уже благодаря ей тоже свои каналы пооткрывали. Мы сейчас встречаемся. В общем, такие компании блогеров. Есть о чем поговорить. Еще один вопрос. Почему закрыла комментарии? Ну, перед тем, как комментарии закрыть, уже в последнем видео, в котором были открыты комментарии, я объяснила, почему я решила закрыть комментарии. Потому что много негативных комментариев, которые, они все-таки влияют на мое настроение. И вместо того, чтобы меня, допустим, вдохновлять и окрылять, хотя есть комментарии, которые вдохновляют и окрыляют, но дело в том, что, понимаете, человек, видимо, так создан, а может быть, это я такая вся впечатлительная. Допустим, я прочитаю там 10-20 хороших, вдохновляющих комментариев, приятных мне, но обязательно попадется какая-нибудь гадость, которая мне напишет, какую-нибудь гадость, какую-нибудь критику, или что-то такое неприятное, которое все-таки осадком остается в душе. И потом я вот это вот хожу, перевариваю, что такое со мной не так. Хотя со мной я знаю, что все так, все нормально. Многим это нравится, но кому-то не понравилось. И вот почему-то я никак не могу научиться абстрагироваться от этих негативных комментариев. Поэтому я их и закрыла. Но сейчас я решила, что все-таки мне не хватает общения с вами и все-таки поддерживающих комментариев не хватает, которыми многие пишут, которым приятно меня смотреть, которые дают мне поддержку. Снимайте, допустим, то-то, все у вас хорошо получается. Ну, в общем, такие приятные комментарии все-таки читать приятно. И иногда мне нужно еще иметь какую-то обратную связь для того, чтобы вы там могли написать, ну, нравится ли, допустим, данное видео, такого формата видео. Потому что сейчас вот я начинаю какую-то серию, наверное, видео, болталочки такие, да, при том, что вы мне тут пишите, расскажите про это, расскажите про то. Но мне есть много чего рассказать. И, в общем, я сейчас решила, что под некоторыми видео я буду комментарии оставлять открытыми для того, чтобы вы могли написать, что вам понравилось, что не понравилось. Ну, поменьше критикуйте все-таки. Будьте немножечко поделикатнее, да, потактичнее, было бы приятно. Вот, кстати, под этим видео комментарии я оставлю открытыми. Но открывать комментарии буду не под всеми видео. Следующий вопрос. Сколько раз была замужем и сколько хотела детей? Замужем официально я была один раз. И детей я хотела двоих. У меня, вы знаете, я сама выросла в такой семье, где вот мама, папа и я с сестрой. И у меня такой, наверное, сложился образ о семье, что вот мама, папа и двое детей. Ну, почему двое, а не один все-таки? Потому что двоим детям все-таки веселее друг с другом. Дети двое, они могут поиграть друг с другом. Вот, когда ребенок один, ему хочется поиграть, он подходит там к маме, к взрослым подходит и просит, чтобы с ним поиграли. И поэтому нужно будет, вот, просто нужно уделять время и сидеть с ребенком играться. Когда уже появляется двое, второй ребенок, когда уже двое детей, то тогда они уже могут поиграть друг с другом. Это во-первых. Во-вторых, даже, ну, когда они уже чуть-чуть так постарше, да, можно уже оставлять их вдвоем. Ну, одного ребенка, допустим, одному ребенку может быть страшно быть дома одному, скучно. Чтобы вы там сходили, например, в магазин там за хлебом, да, то я, например, могла оставить вот двоих детей на старшую. И всегда я говорила, а ты старшая, приглядываясь за младшим. У старшего таким образом вырабатывается ответственность. Старшие дети в семье, они, как правило, такие ответственные. Вот я тоже старшая, у меня дочка старшая. У нас с ней схожие характеры, и во многих вещах мы с ней схожи. Следующий вопрос. Ваше увлечение. Какие книги, фильмы любите? Цветы, домашние животные. Ну, про книги я уже снимала целое видео, я вам показывала, можете посмотреть. Я люблю книги такие психологического характера, там, таких авторов, как вот Нарбеков. Я прочитала почти все его книги, многие. Ну, не буду сейчас перечислять, вы можете просто поискать и найти видео там, где я про книги уже показывала, уже снимала про книги видео. Да, что еще хочу сказать про книги. Я книги сейчас, в общем-то, уже и не читаю, потому что, вы знаете, когда у меня стало уже хуже зрение, мне стало уже труднее, глаза больше напрягаются, быстрее устают, читать уже нужно в очках. Поэтому, ну и времени сейчас нету. Я, слава богу, нашла сейчас уже новое увлечение, блогерство, и поэтому, в общем-то, книги читать мне как-то вот уже и некогда. Но вот насчет фильмов, сериалов я люблю детективы. Вообще, и книги тоже любила детективные почитать. А сериалы люблю детективные смотреть, и особенно, когда... Ну, почему? Фильм тоже люблю детективный. Но фильм-то быстро заканчивается, а когда у меня выдается, допустим, свободный какой-то день, когда мне нужно просто полежать, отдохнуть, успокоить тело, мысли и все такое прочее, просто абстрагироваться от каких-то там своих мыслей в голове, я тогда включаю какой-нибудь сериал и прям смотрю несколько часов подряд сериал какой-нибудь детективный с расследованием. Мне нравится, когда там играют хорошие актеры, когда приятно на актера посмотреть. И мне нравится, когда есть какая-то интрига, какое-то расследование, и начинаешь думать психологически, расследовать вместе с героями, и начинаешь думать, а кто же там все-таки этот убийца? Может быть, этот? Нет. Может быть, тот? Ну, в общем, какая-то до конца фильма, когда есть интрига, вот тоже завораживающий, захватывающий, можно сказать, фильм. Такие вот сериалы я люблю посмотреть, когда есть время. Цветы. Я люблю розы. Вообще, я люблю, когда вот мне на день рождения дарят розы. В принципе, любого цвета. Розы, мне кажется, они вообще все красивые. Розы, там, бордовые, белые, ну, любые. Но розы, розы, это вот как-то всю жизнь, это были мои любимые цветы. Ну, а что касается домашних животных, я домашних животных люблю, но так как у меня площадь маленькая, я животных домашних не держу. Притом, я понимаю, что мы в ответе за тех, кого приручили. Если домашние животные по каким-либо причинам страдают, ну, это уже плохо. Я считаю, что это плохо. Ну, так как я еще часто уезжаю из дома, я уезжаю к дочке, я у нее там бываю по нескольку дней, вот неделю целую была недавно, она уезжала в Москву. Я была с ребенком. Понятное дело, что, когда часто в разъездах человек, то животного нужно куда-то отправлять, кому-то отдавать, ну, это, в общем-то, нужно искать, кому отдать. Ну, потом, зачем тогда держать животного, если нужно постоянно кому-то отдавать, да? Вот. А вообще животных я люблю воспитанных. Если вы завели животного, я считаю, нужно его так воспитать, чтобы животное знало, куда в туалет сходить, чтобы слушало команды, слушалось, чтобы животное слушалось своего хозяина, будь то кошка или собака. В общем, когда животное воспитано, тогда вообще, ну, приятно, даже вот если кто-то там в гости придет. В общем, ребята, скажу вам так, если вы решили завести домашнее животное, кошку или собаку, то заранее подумайте, кому будете оставлять, если будете уезжать, и есть ли у вас время и желание заниматься воспитанием этих животных. Ну, вот вроде бы ответила на этот вопрос, да? Следующий вопрос. Хотели бы вы стать автором кулинарного сайта, мои дорогие? Ну, вы видели, наверное, в моих предыдущих видео, как я готовлю. Готовлю я как дилетант, просто как обычная хозяйка. Вот кулинарный сайт, допустим, какой-то или кулинарный канал, я считаю, что должны вести люди, которые разбираются в продуктах, которые, наверное, даже имеют поварское образование. Вот я, например, с удовольствием смотрю, когда повар так вот быстренько, быстренько все это режет, ножичком кромсает, прям все горит под руками. Я вот, например, так не умею. Потом повар должен уметь разбираться в продуктах. Какие продукты с чем сочетаются, какие приправы, специи сочетаются с чем-то, да? И таким же образом, если знающий такой повар, то он может даже сам создавать какие-то кулинарные шедевры, как художник. Я считаю, что если у кого-то есть такая жилка, вот кто-то любит готовить, то нужно этому обучиться, чтобы уже в этом хорошо разбираться. И тогда можно открывать свой канал кулинарный, свой сайт кулинарный, свою программу кулинарную, и вас будут с удовольствием смотреть. Но я на это дело не тяну, я это осознаю, поэтому скажу вам нет на этот вопрос. Я не хочу открывать кулинарный сайт. Еще один вопрос. Как вы думаете, женщины сильнее мужчин? Не хотели бы построить личную жизнь? Хороший вопрос. Вы знаете, я себя считала всегда сильной женщиной. Во-первых, меня так воспитали с детства. Меня мама в спорт отдала, и всегда она мне все детство говорила, что женщина должна быть сильной. Не знаю, почему человек должен быть сильной, любой хоть женщина. К чему она меня готовила, почему она меня так воспитала, я не знаю. И в общем, в спорт, когда я пошла, тоже там выносливость вырабатывалась, такая дисциплина, и все дела. Ну, в общем, да, оказалась я какая-то сильная. Помимо того, что еще я и овен по гороскопу, и вообще энергичный, и такой вот человек, да. Ну, в общем, оказалось так, что в жизни моей я оказалась сильнее тех мужчин, которые были со мной рядом, да, начиная с мужа, и после мужа уже были какие-то тоже мужчины, какие-то встречи. Я тоже пыталась найти себе пару для того, чтобы дальше жить, ну, построить какое-то семейное, дальше семейные отношения. Ну, скорее всего, я так сейчас уже понимаю, что я, наверное, находила мужчин слабее себя. Может быть, потому, что я боялась найти себе мужчину, который будет сильнее меня. Но сильнее не физически, а сильнее духом. А вот духом сильнее меня я мужчину себе не нашла. Поэтому, ну, в принципе, женщины, я считаю, да, вообще-то сильнее мужчин во многих отношениях. И выносливее, и мудрее. У женщины-мать, а женщина-мать, когда уже вот тем более рожает ребенка, имеет ребенка, становится матерью, у нее появляется ответственность, защита этого ребенка. И вот эти все функции остальные, они тоже как защитные становятся. Женщина думает о том, как ребенка накормить, куда он пойдет учиться, кем он станет, а чтобы он никуда не попал. И, в общем-то, женщина становится сильнее, даже если она до этого сильной не была и не считалась. Но вот эта вот материнская защитная реакция, защитить своего ребенка от каких-то обидчиков, может быть, или еще от чего-то, от жизненных каких-то обстоятельств, факторов, женщина становится сильнее. И понятное дело, что если ребенку будет угрожать какая-то там опасность, то женщина грудью станет на амбразуру и не даст в обиду своего ребенка. Правильно? Но в основном матери настоящей так и поступит. Ну, вот поэтому я считаю, что женщины от природы своей все-таки сильнее мужчин. Хотя есть мужчины сильные, но их, к сожалению, мало. Ну, и на вопрос, не хотела ли бы я построить свою личную жизнь. Вы знаете, как-то мне в комментариях кто-то написал, вы такая хорошая женщина, желаю вам хорошего мужчину. Или что-то вроде того, что вам нужно хорошего мужчину. Ну, в общем, пожелали мне такое. Думаю, господи, что же я вам такого плохого сделала, что вы мне такое желаете. Такая моя вот реакция. Я уже не хочу строить свою личную жизнь, потому что, когда мне это было нужно, когда мне это хотелось, то я пыталась, делала попытки. За ними следовали разочарование, потом опять попытка, опять разочарование. В общем, после моего официального брака у меня было еще три попытки выйти замуж. Было три жениха, в принципе, разных, но никто не тянул на роль моего мужа. Вот ни за кого из них мне замуж официально выходить не хотелось. Я, конечно, наблюдала за человеком, я ждала, что он все-таки там где-то исправится, где-то станет другим. Но вообще со временем я поняла, люди не меняются. Нужно, если вы хотите какого-то определенного человека, нужно вот такого человека определенного и себе искать. Прямо даже взять на бумаге, написать, хочу в своем человеке, любимом, видеть то-то, то-то, то-то. И вот по этим критериям человека нужно находить, а не пытаться человека исправить, потому что люди не меняются. Люди меняются только в том случае, вот если человек сам хочет себя поменять, сам себе что-то хочет поменять, он просто берет и меняет, молча, никому об этом не говоря. А кто-то, кого-то поменять не может, не сможет, пока человек этот сам не захочет. И сейчас мне строить свою личную жизнь, вот я считаю, что моя личная жизнь сейчас прекрасно построена. У меня есть двое взрослых детей, у них уже свои дети есть, то есть они уже живут отдельно своей личной жизнью. Я сейчас предоставлена сама себе, наконец-то я могу делать то, что я хочу, свое время тратить так, как я хочу, заниматься тем делом, чем я хочу. И мне не нужно ни у кого спрашивать разрешение, а можно ли мне блоги снимать, или, ну или, или еще что-то. В общем, сама себе предоставлена. А потом, пока у меня дети были, мне, конечно, не мешала мужская помощь рядом, чтобы кто-то помогал мне растить детей. Нужен был мужчина тогда. Сейчас он уже мне не нужен. Я сейчас уже поняла, что мне одной гораздо лучше и комфортнее. Я даже не рассматриваю такую мысль о том, чтобы завести себе мужчину. Вообще не хочу. Ну, потому что мне комфортнее. Я поняла уже со временем, что мне комфортнее быть одной. Есть такие люди. Это я. А еще хочу сказать по поводу своих бывших мужчин. Всегда, когда я с кем-то жила, встречалась, все мои мужчины каким-то образом пытались меня угнетать. Ну, как бы сказать, ну, все равно как-то на меня повлиять. в общем, мне нехорошо, не комфортно было от того, что вот появился какой-то человек, который начинает что-то во мне менять, хочет поменять, начинает меня воспитывать. И я сразу думаю, вот, сначала меня воспитывали родители, теперь пришел какой-то муж и начинает он меня тут тоже строить, что-то там меня воспитывать. я поняла, что я сама еще какой воспитатель, меня воспитывать не надо, поэтому лучше быть одной и не позволять никому на себя влиять. А с другой стороны, воспитывать какого-то мужчину тоже мне не нужно. Зачем мне это нужно? Мне это не нужно. Все, проехали этот вопрос. Следующий, что вы делаете, чтобы оставаться красивой? Секреты красоты или рецепты красоты? Девочки, скажу я вам сразу, вот один только есть такой рецепт красоты. Это не маски, ну маски, безусловно, там уход за собой, это любой человек должен за собой ухаживать. Это не главное. Главное, человек вот красивый тогда, когда он светится, когда у него приятная улыбка, когда вы встретите человека, и человек с вами здоровается, улыбаясь при этом, с каким-то таким приветливым лицом. Вот вы же замечали, наверное, что к таким людям вам хочется тянуться, с которыми приятно поговорить о чем-то, на что-то приятное, когда человек не жалуется постоянно, не ноет. Вот у меня, кстати говоря, в молодости была такая привычка, что-то все время жаловаться. Наверное, у кого-то эту привычку я перенимала. А потом я сама стала замечать, что как-то вот не особо вот ко мне народ тянется. Но с другой стороны, я же стала анализировать и понимать, что вот как я сама, если я встречаю какую-то знакомую, и вот она, лучезарная улыбка у нее, приветливая такая, приятно поговорить с ней, и от нее уходишь, уже вот какой-то свет внутри светится. И с этим человеком всегда приятно встретиться, всегда приятно поговорить, правильно? Или есть такие люди, когда вы увидите унылое такое, хмурое лицо, такое недовольное все время, знаете, и аж неприятный осадок, и не хочется с таким человеком даже общаться. Ну вот наглядный вот вам, видите, пример. Поэтому, когда человек светится изнутри, когда у него светятся глаза, когда он дарит улыбку, и он вот это все в себе несет, и это в себе хранит, то таким образом вот молодость, она и продлевается. Человек улыбающийся всегда выглядит моложе и приятнее, правильно? Вам же нравится, когда я улыбаюсь, и кто-то там даже написал «Улыбайтесь почаще». Ну вот, вы знаете, мне легко улыбаться, когда я вижу перед собой глаза человека, и мне тогда легко улыбаться, смеяться. А когда я с неодушевленным предметом, вот сейчас разговариваю с камерой, улыбаться, где-то мне немножко посложнее. У дочки это хорошо получается. Я с удовольствием ее смотрю и вдохновляюсь ее видиками. А потом вдохновлюсь и начинаю что-то снимать для вас. Вот и весь рецепт красоты. Улыбайтесь почаще. Следующий вопрос. Это даже уже не вопрос. Тут даже уже вопросы почти заканчиваются, а в основном такие вопросы, о которых я потом отдельное видео поснимаю. Но я вам зачитаю. Если сравнить жизнь 80-е и сейчас, когда жить лучше, когда вещи качественные, но их сложно достать, или, как сейчас, всего навалом, но качество оставляет желать лучшего. Расскажите о жизни в те времена. Ну вот я, кстати говоря, уже начала снимать несколько видео. Вы уже, одно видео или два, наверное, вы уже посмотрели из тех времен, что я делала, чем занималась там вот работа в аэропорту, роды, ну и еще другие какие-то темы тоже будут сниматься вот именно из тех времен. А что касается качества, вы знаете, если бы вот можно было это все так коротко ответить, я вам скажу так. Да, раньше делали какие-то вещи прям добротные. Даже в 60-е годы были детские игрушки металлические. Представляете, я даже вот у своего мужа дома нашла такую машинку железную, прям тяжелую. Думаю, господи, как ребенок может с такой играть игрушкой. Ужас. Сейчас, конечно, навалом разного товара, но сейчас есть выбор. Сейчас есть товар более дорогой, более качественный, а есть подешевле, но, допустим, качество оставляет желать лучшего, и дешевое, и ненадолго хватает. Но, с другой стороны, у вас есть выбор. Это также и в одежде, это также и в бытовой технике. Вы можете купить подороже, будет служить долго, вы можете купить подешевле, прослужит недолго. Но у вас есть выбор, вы можете сами выбрать то или иное. А раньше, когда были времена дефицита, то, ну, мало того, что хороших вещей вообще в магазинах не продавалось, да, были какие-то вообще, я помню, не было ярких вот таких вот красок, розовых каких-то там вещей таких, в основном были какие-то серые, белые, черные, ну, синие цвета, вот какие-то такие цвета были. И даже вот заходишь в детский мир, солнышко, у нас такой детский мир был, и я еще в школьном возрасте помню, вот когда мы с мамой туда ходили, покупали какие-то вещи, в общем, выбор небольшой, ну, то есть, как бы, много разных размеров висит вот этих, допустим, платьев, которые пошиты из одного материала, одной рассыпки, все, и, допустим, там еще какой-то фасон, ну, то есть, вот не было выбора, а если что-то можно было купить хорошее, качественное, красивое, цветное, это обязательно продавалось с рук, это кто-то привозил, может быть, там из-за границы, это стоило нереально бешеные деньги, я помню, джинсы 250 рублей стоили, а у меня зарплата, например, вот заправщицы самолетов, я зарабатывала 150 рублей в месяц, это притом тяжелая работа, а джинсы 250 рублей стоили, там, конечно, на эти джинсы нужно было накопить, чтобы их купить, и это были парадно-выходные какие-то вот прям вещи, хотя тогда еще говорили, что в Америке в джинсах люди работают, это просто рабочая одежда, вот, ну, поэтому вот сейчас, в эти времена, конечно, жить легче и лучше, есть выбор, можно выбирать, хотите это, хотите то, что хотите, перейдем к следующему вопросу, советы молодым мамам, как воспитывать детей, чтобы быть в хороших отношениях в будущем, и сразу же прочту следующий вопрос, советы по воспитанию подростков, именно подростковый возраст вас интересует, ну, это, в общем, можно все в один вопрос сложить, и хочу я вам сказать, что это отдельная тема, я сниму видео на эту тему, как вообще общаться, наверное, с детьми, чтобы в будущем были отношения хорошие, сложились, подростковый возраст затронем, также о нем поговорим, но это будет отдельное видео, спасибо за этот вопрос, это, в общем, очень актуально, да, очень актуальная тема, следующий вопрос, даже не вопрос, предложение, расскажите про первую любовь, расскажу, хорошо, это будет тоже отдельное видео, следующий вопрос, работа на заводе, кем работали, какие сложности, работала на заводе, сверловщицей, прессовщицей, фрезеровщицей, кем только не работала, в разных цехах, и разные работы делала, но, наверное, я на эту тему, все-таки, может быть, сниму отдельное видео, вот этот период, который я работала на заводе, на одном заводе, на другом заводе, ну, сложности, я вам хочу сказать, какие сложности, грязная работа, но хорошо оплачиваемая, по крайней мере, это было в наши, вот, советские времена, очень рано начиналась смена, первая смена, в 7 часов утра начиналась, поэтому приходилось рано вставать, вторая смена заканчивалась, что-то в районе 12 часов, ну, на последний там автобус успеваешь, и все, работа грязная, неприятная, если там с железками, вот, как я работала с сверловщицей, ну, железки там таскать, в общем, перчатки даже работать приходилось, давайте я не буду сейчас вам тогда рассказывать никаких подробностей на эту тему, я давайте просто, вот, как я вот это все вспомню, и расскажу вам в отдельном видео, так будет лучше, ну, а на этом я хочу свое видео закончить, кому видео понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, и, в общем-то, до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok